Привет, друзья! Подключаемся в наш сегодняшний запланированный эфир. Напоминаю всем, кто еще не в курсе, у меня есть онлайн-школа, и в этой онлайн-школе есть очень-очень много учениц, которые уже научились и которые могут поделиться своими историями. И я запустила серию эфиров со своими ученицами, чтобы они могли рассказать самостоятельно об этом, и я приготовила, конечно же, для них вопросы. Сегодня в нашем эфире Юля. Так, я, наверное, сниму очки, потому что лампа отсвечивает. Итак, привет! Подсоединяемся, мои дорогие. Кто сегодня только со мной приступил к дружбе со мной, меня зовут Кристина Строде. Я сегодня разговариваю с Юлей, которая учится у меня в онлайн-школе. Юля вообще по жизни учится, учится и учится. Не очень классные успехи и хороший настрой. Я думаю, сегодня она обязательно поделится. Так, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста... Так, секунду... Так, если красить спиртовым или водным морилками, надо добавлять в асфор лак или пропитку. Спасибо. Я крашу водной морилкой. Я в морилку ничего не добавляю. Я после уже просушки, после окрашивания морилкой, уже после покрываю пропиткой или дюфой, дюфой или лаком. Я не смешиваю с морилкой. Мне кажется, что остается жидкость какая-то, лак начинает оседать, и это потом не совсем хорошо. Поэтому я всегда в два этапа. Окрашивание и уже обработка после. Привет, 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 всем привет. Итак, Юлечка, я вижу твой запрос. Сейчас я тебя подключу. Я надеюсь, ты уже готова. Так, встреча. Привет, Леночка, привет. Так, Юлечка, подсоединяю тебя. Подтверждение. Ждем тебя в эфире. Я надеюсь, что с соединением все будет хорошо на этот раз. Так. Так, девчоночки, и еще по поводу слышимости. Напишите мне десяточки, если все окей. Со звуком. Я слышу. Привет, привет, дорогая. Привет. Ты видишь? Так необычно. Так, привет, Юлечка. Давай, я так пару слов сказала. Хочу, чтобы ты поздоровалась, сказала, как тебе зовут, где ты живешь. Давай с этого начнем, с самых Азов. Хорошо, меня зовут Юлия. Я живу в южном городе Ставрополь. Кто не знает ориентировочно, где, это вот Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Пятигорск. Вот мы недалеко. Ну и, в принципе, от моря тоже недалеко. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске со вторым ребенком. Ну и учусь в школе корифей. И не только. Учусь всему везде, да, это очень круто. Скажи, пожалуйста, в декрете с младшим, то есть ты еще в официальном декрете. Да, у меня еще до лета есть время, чтобы наработать скорость плетения, клиентов набрать, ну, а потом уже выход на работу. Или написать все-таки заявление. Не знаю, это под большим вопросом. Есть время, да, еще подумать. Так, ну что, давай расскажи изначально вообще, как ты познакомилась с этим творчеством, как ты познакомилась со мной, узнала обо мне и вообще, в принципе, о плетении, о этом виде творчества. Ну, я давно хотела заняться чем-то таким, ну, хобби иметь, чтобы что-то делать. Но все было не то, потому что мне хотелось именно заниматься какими-то функциональными вещами. То есть делать то, что потом мне принесет, ну, пользу, что я буду использовать. Не только в качестве, там, декора, висеть, радовать глаз, но и вот практические какие-то вещи. И потом как-то однажды я даже хотела найти в какой момент, когда, ну, вот думаю, что это было в конце лета, я нашла твою фотографию, наткнулась на твою фотографию в рекомендованном. Перешла в профиль и влюбилась и в тебя, и в корзины, и мне стало интересно, как их плести. Естественно, я, наверное, как и многие, сначала думала, что это лоза, не бумажная лоза. И, ну, потом вот изучала, смотрела, пошла на YouTube, стала вот знакомиться с другими мастерами. И мне показалось это интересным, и я с сентября месяца закупила материалы и начала учиться. На тот момент это было очень много лет. То есть твои работы только с сентября месяца? Да, вот 16 сентября я купила материалы. То есть это только 5 месяцев, и у тебя такие просто результаты. Ну, это прям вообще, это космос какой-то. Судя по тому профилю, это, знаешь, это вот реально из серии «Твое», знаешь, потому что, ну, когда это не «Твое», таких результатов за такой короткий срок, ну, я не знаю. Я тоже поняла, что это «Мое», и поэтому решила продолжать дальше. И вот 11, нет, не 11, 29 ноября я пришла в твою школу Корифей, и уже учусь там. Ты, по-моему, в розыгрыше, да, у тебя скидка была? Да. Я выиграла скидку и поняла, что нужно действовать. Тем более это было, нет, сначала была скидка, потом был марафон. Вот я участвовала в марафоне в первом, и вот прошла марафон и решила пойти учиться в школу. Подожди, ты когда участвовала в марафоне, у тебя, ну, какие-то азы только были, да, на тот момент? Да, да. То есть ты еще постольку-постольку, да? У меня даже на странице не было изделий никаких. У меня была просто личная страница. Ага, ага. Ну, ты ее так классно модернизировала уже прям под... Просто, понимаешь, вот из серии «Посоветуйте кого-то», да, вот есть девчонки, которые плетут и в школе, и так по знакомству, да? Но профиль их не оформлен. Но люди, заказчики, они же что делают? Они первым делом заходят в профиль и такие, а как ты посоветовала, если там ни одной корзины там нет, знаешь? Ну, вот в таком плане. Да, да. Поэтому, когда советуешь, конечно же, люди, которые, ну, заказчики, да, естественно, они визуалы, они сразу просматривают вообще, есть ли там какие-то корзины, и, ну, понимать вообще качество, да, потому что, ну, это же и ручная работа. Поэтому оформление профиля – это очень хорошее вложение такое, знаешь, ну, в твою экспертность, да, так скажем? Согласна. То есть, когда тебе попалось вот это рекомендованное, ты, в принципе, ещё не знала о плетении, я правильно понимаю? Нет. Это вот я впервые увидела эти корзины. И что интересно, после этого, когда я увидела, сколько мастеров уже есть, я думаю, интересно, почему мне никогда они не попадались? Никогда. Да, то есть, я ни разу не видела их, не в рекомендованном, не вообще, даже не слышала об этом способе плетения. Но сейчас... Это знаешь, как я... Это знаешь, как я говорю о том, что... Вот у вас есть друзья, которые вяжут, которые шьют? Да, есть! У меня там каждый второй, каждый первый вяжет или шьёт. А у вас есть друзья, которые плетут? Вот живые друзья, вот, да? Нет, да? То есть, насколько это творчество, оно вроде как посмотреть на обширность в интернете, в группах, в каких-то пабликах, да? То, в принципе, это есть и это есть, но узнать об этом вот на истоках, да, как ты говоришь, почему я об этом раньше не знала, не видела это нигде в продаже и так далее, да? Поэтому всё равно, если это брать из творчества, это такой развивающийся ещё, знаешь, ну, на истоках, казалось бы, да? Хотя мастеров уже, да, действительно много, но это как-то, знаешь, по всей России разбросано по миру, да? И не только России. Да, поэтому, да, да, понятно. То есть, тебе непонятно, почему ты раньше об этом не знала, да? В первом декрете ещё, почему не узнала, столько времени потеряно? Зря, да, прошло. Но ты что-то вышивала, какое-то творчество у тебя было вообще, в принципе? Ничего, да? Может быть, ещё когда-то в школе там шила фартуки, возможно, вот, припоминаю, что начинала когда-то вязать там, но это было очень давно, и вот в это время ничего не было. То есть, моё хобби – это было чтение, и я занималась только этим, в свободное время. Ну, из чтения очень круто идёт такая основа, как писать текст, знаешь? То есть, если ты клёво начитан, то у тебя легко идёт, а это очень важно в нашей работе, не просто выставить, да, корзину и сказать, берите, ребят, смотрите, какая красивая, да, там, а всё-таки написать какую-то историю, поэтому чтение – это очень классно. Когда есть ресурс почитать, то он в любом случае мимо не пройдёт, да? Да. Так, ну, расскажи, как на каком ты уроке? Сколько у тебя, какой у тебя пакет, сколько у тебя было уроков, и закончила ты или на каком ты уроке? Ну, вот у меня пакет PRO, по-моему, он так называется, вот средний, который. Я сейчас на 10-м уроке. Сказать честно, я хочу быстрее пройти, потому что там есть урок по работе с кожаными изделиями. И вот мне хочется на весну, на лето себе сумочку. И поэтому я стараюсь быстрее-быстрее пройти, отправить задания, чтобы дойти до урока, который мне нужен. Расскажи по поводу вот этой истории, что тебе не открывается следующий урок, пока ты не прошла предыдущий. Ну, ты знаешь, на самом деле это вот немножко подстёгивает, и мне так интересно. Во-первых, ну, некая загадка, да, там, как это делать? Не знаю, вот, допустим, я не знала, что такое японское плетение. Не хотела никуда там идти, узнавать, что это, хотелось посмотреть именно в уроке. И вот, чтобы дойти до него, ты должна там выполнить предыдущие уроки. Ну, мне это нравится. Если у тебя открыты все уроки, как, твоё мнение, нет, твоё, как это сказать, зрение, вот, расширяется, и ты не знаешь, что... Расфокусируется. Да, да, расфокусируется, правильно. И ты не знаешь, за что браться сейчас. А когда ты идёшь по этапам, проходишь один урок, у тебя открывается следующий, ну, как в школе, в любой школе, правильно? Ты сначала изучаешь там сложение, вычитание, потом умножение, деление и так далее. Поэтому я считаю, что эта система логична, имеет место быть, и она правильная. Мне нравится этот подход. Тем более, в чём плюс? Все уроки-то остаются. Если ты прошла все уроки и захочешь к какому-то вернуться со временем... Ну, вот я, допустим, даже сейчас, я плету какое-то изделие, там что-то забывается, я открываю и вспоминаю. Поэтому это большой плюс. Плюс, вот мне кажется, так и должно быть в школе, чтобы был какой-то стимул узнавать дальше, идти дальше по урокам. Ну, и структура, да? То есть, если мы начинаем с самых азов и двигаемся... То есть, если мы начнём сразу с японской послойки, то вряд ли что-то выйдет, да? Вот, кстати, если бы, допустим, был там второй урок японское послойное оплетение, возможно, многие бы уже закончили обучение в школе. Кристина, всё! Да, это знаешь, как в марафоне, да, было провести прямой эфир? Да. Всё, на этом моя работа закончена. Дальше это, знаешь, это то же самое, если бы мы это задание поставили во второе, да, задание. И все бы сказали, всё, спасибо, до свидания, до новых встреч. А так происходит, да, и уже хочется... Хотелось подарочки. Но ты, как преподаватель, учитель младших классов, знаешь, что такое структура, что сначала мы всё-таки начинаем с букв, а потом уже читаем, да, не сразу читаем. Да, да, всё так и есть. Так, рада вас видеть. Кто-то что-то тут нам пишет. Девочки, добрый день, привет, всем привет, рада видеть. Ты-ты-ты. Так, согласна, почему я только... Так. Да, девочки, согласна, почему я только в третьем декрете о плите не узнала. Да, слушай, мне на самом деле в этом деле повезло, потому что об этом творчестве я узнала, будучи беременна на первых сроках, ещё своим первым ребёнком, поэтому у меня было... Как мне муж говорит, ну я ожидал тебе время для развития, я говорю, спасибо тебе за это двойное время. Это точно, да. Так, по поводу уроков поговорили. Расскажи по поводу, ну, реализации какой-то, да, то есть я так понимаю, что дом ты всё-таки как-то свой уже благоустроила, расскажи мне, или так как Аня, но... Ну, что хочу сказать. Первые, конечно, корзинки, которые у меня... Которые я сплела, я их практически все дома оставила. Но сейчас, глядя на них, я понимаю, что мне нужно их обновить. Но сейчас у меня уже пошли заказы, и вот в нынешнее время пока не получается обновить, потому что всё время что-то есть на заказ плиту. Тут вот сейчас подарки к 8 марта вдруг неожиданно решили сделать, и знакомые ко мне обратились. Ну вот у меня под вопросом ещё... Ну как, под вопросом я должна приступить к большому заказу, тоже там несколько больших корзин. Поэтому свой дом пока в стороночку. На паузе? Да, да. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что тебе хочется продать корзину? Какое-то внутреннее ощущение или какое-то... Ну что сработало такое у тебя? Расскажи про этот опыт. Когда мне сестра сказала, что хочет у меня заказать корзину. Ну она у меня такая очень щепетильная, дотошная. То есть она всё вот просматривает. Если вдруг ей там что-то не нравилось, она мне говорила. Даже то, что я не замечала на тот момент, но это было ещё вот сразу где-то вот ноябрь, декабрь, она мне об этом говорила, я это учитывала тоже. Поэтому первые мои покупатели были родственники. То есть я кому-то их, конечно, подарила, если это был повод. Если повода не было, то хотя бы за материалы они мне деньги возмещали уже даже на тот момент. Ну вот как-то так. Вот, кстати, моя первая корзинка. Я её специально взяла. Это вот, которую ты под водой мыла, да, по-моему? Да, да. Это вот в начале октября вот она сплетена. Так что она рядышком помогает мне. То есть ты рассказала, показала вообще в принципе своей семье, родственникам, что у тебя получается, и кто-то там делал какие-то заказы для себя, правильно? Ну, безусловно, там за какую-то оплату там. Ещё, Кристина, знаешь, как я стала сравнивать свои работы, ну вот внимательно смотреть работы мастеров. Присматриваться. То есть вот, ну, я же сейчас многих уже знаю после марафона. Вот какие работы у них, какое качество, как там вот эти все расположены строчки, так сказать. И я поняла, что да, мои работы, в принципе, я могу их предлагать, чтобы продавать их на продажу. Тем более, когда одобрили вокруг, окружение моё одобрило, и сказали, что да. Сестра? Да, да. Вот я недавно, кстати, повезла заказ, и отдала его девочке, и трое других сказали, что ой, как круто, здорово, давай и нам тоже. Поэтому, ну, если я вижу, что людям это нравится, и я уже сама, в принципе, качество вижу в корзине своих, даже которые были до и сейчас, почему бы нет? Ну, то есть ты себе как бы разрешила, когда поняла, что твоя сестра сказала окей, да, одобряю. Да, да. То есть у тебя, в принципе, город в основном твой, или это уже какие-то доставки, посылки, что-то такое расскажи? Ну, последнее время в основном были посылки, потому что у меня встал вопрос о том, как вот правильно упаковать, я не раз спрашивала тоже у тебя и на марафоне, чтобы всё это вот доехало, как лучше, качественнее. Ну, вот, ну, уже не две-три я их отправила посылки, то есть больше. Учитывая, что ты пять месяцев только как узнала о этом виде творчества. Да, в принципе, да. Ну, это крутой результат вообще. Ну, тут я говорю, у нас вот в субботу, да, будет ещё с Мариной эфир, но там она в основном про окружение будет рассказывать, но я думаю, мы затронем этот момент, потому что вот эта вот серия, знаешь, «Я боюсь, с чего начать», слушай, ну, не надо начинать, да, потому что вот через боязнь это ничего не выйдет. Тут главное вот эти вот все вопросы рукоделия и вообще работы и бизнеса, они все же из психологии идут. Как только ты сама себе разрешаешь и понимаешь, неважно там, что твоё окружение, да, ещё что-то. Многие же девчонки не супер офигенно плетут, но они себе разрешают, понимаешь? Да, я писала и такие работы тоже. Это значит, да. Да, что хочу сказать, когда я выставила работу, первые там свои, естественно, они были без цены, то есть цену я не указывала, я боялась. И вот думаю, ну, сейчас вот кто-нибудь спросит, если вдруг, что ж я буду говорить? Я помню первый комментарий, который написали мне, «Ой, какая красота, сколько же это стоит?» И у меня сразу, что делать, как писать, что писать? Потом я так взяла себя в кучу, думаю, ну, этот человек стоит не передо мной, «Ничего страшного, напишу». Ну и всё, и написала, и вот с этого момента пошло. Потом я стала ставить цену, как меня учили в марафоне. Что нужно, чтобы человек понимал всё. Да, да, потому что примерную хотя бы ориентировку в цене обязательно. Ну, мы же, опять-таки, судим по себе, если ты ищешь рюкзак в Инстаграм, ты же не будешь каждому задавать вопрос, сколько стоит рюкзак, да? Ты можешь понимать примерную цену обязательно, да. И скажи ещё вот этот опыт, который не продашь каких-то городских там через какой-то сарафан на радио, а именно вот в Инстаграм тебе написали, Юля, я хочу купить. Ну, одна из клиенток была от тебя, чему я несказанно была рада. А вот недавно была девушка, которая просто, ну, ещё заказ у нас не оформлен, только вот он в разработке, она просто мне написала. То есть я не знаю, как, ну, я потом хочу спросить, поинтересоваться, как она обо мне узнала. Но, честно сказать, сразу, ну, первая мысль, ой, классно, мне написали, я так рада, мою работу заметили, значит, им нравится. А вторая мысль, ну, немножко так страшно, ой, а как же, особенно если это новое что-то. Вот я благодарна, кстати, вот клиентам, которые у меня есть, они... Чему-то новому я даже учусь, то есть они у меня просили сделать то, что я не делала до этого. Конечно, был страх сразу, я очень боялась, как я это сделаю, что и как. Ну, с большой поддержкой в качестве тебя и вообще всех плетельщиц, там, у кого я когда-то спрашиваю, задаю вопросы. Это большая поддержка, большой плюс, ну, вот я справляюсь с этим. Ну, не знаю, как, ну, в принципе, работать можно, заказы принимать можно. То есть все заказчики мои, адекватные люди, особенно приятно, когда слова благодарности присылают, там, и отмечают тебя в историях. Вот недавно девушка отметила, была большой неожиданностью для меня, и так приятно. Поэтому, ну, не знаю, какого-то большого страха у меня нет. Если у меня был, вот, наверное, с месяца назад заказ, ну, не заказ, а девушка спросила, можете мне сплести, там, корзину 70 на 50? Если я знаю, что я пока не готова к этому, то я просто спокойно написала, что я большие такие корзины пока не плету. И, ну, то есть даже вот мне не стыдно было, так сказать, отказать. Если я уверена в чем-то, что я сделаю, я не отказываюсь, я изготавливаю. Еще в чем фишка, так сказать. То есть прежде чем отправить заказчику, я присылаю ему фото и видео корзины. И уже после слов того, что да, да, мне все нравится, я отправляю. Ну, это вот как бы нюанс такой. Ну, и вообще я считаю, что если к заказчикам относиться так же, как вы бы хотели, чтобы относились к вам, то все будет хорошо. И уточнять все нюансы, все моменты, то есть размер, там, плетение, ручки, не ручки, цвет, все. То есть если я знаю, что я это сделаю, я за этот заказ берусь. Ну и все. Надеюсь, ответила на вопрос. Ну, вот ты правильно сказала о том, что здесь небольшая такая некая подстраховка в виде фото, видео, которое ты отправляешь, да, человеку. Но все равно чаще всего, ну, как бы так, в принципе, все мастера делают, да, перед тем, как отправить, ты отправляешь фото, чтобы, ну, человек убедился. Все-таки, знаешь, бывает же еще такое в Инстаграме, мне иногда присылают, типа, а я вам вот деньги отправила, а вы мне точно вышлите? Ну, понимаешь, да, вот этот вот момент, потому что, ну, это интернет-продажи, это имеет место быть сейчас, да, очень популярны различные такие недобросовестные люди, да. И, кстати, в плетении они же тоже существуют. Набрать кучу всяких фотографий в один профиль и сказать, я плету. Были. Хотя, казалось бы, ну, это же видно невооруженным глазом, кто плетет, но точно не ты, да. Вот, и когда ты отправляешь фото, видео, какую-то информацию, все равно, когда человек получает твою посылку, у него все равно вау-эффект присутствует, потому что фотография, она плоская, да. И это круто, конечно, отчеты, отметки, какие-то слова, они же еще больше побуждают творить, безусловно, тем более вот на этих начальных этапах. Хотя сейчас, учитывая, да, что я там 8 лет уже плету, все равно каждое, ну, каждое ответное письмо, я не то, что там выжидаю, но мне просто, знаешь, вот снять задачу, то есть, как бы, все, он получил, он, ему нравится, все, задача снята, все, заказ выполнен уже на 100%. Поэтому, безусловно, тут даже, знаешь, можно разработать какое-то вот письмо, как ты говоришь, я не знаю, откуда он обо мне узнал, да, то есть, разработать вот это вот, когда он спрашивает, там, сколько стоит, добрый день, сколько стоит, или там, я хочу заказать, там, ты-то-ты, а как вы обо мне узнали, да, вот как во всех, где вы узнали о нашей клинике и так далее, да, потому что, знаешь, некоторые, я, ну, не всегда, да, грешу, но не всегда, спрашиваю, и кто-то говорит, что, там, по хэштегу, да, так, например, коляску заказывают, по хэштегу нашла, кто-то говорит, там, по рекламе, кто-то, ну, вот, так далее, то есть, это тоже такая некая статистика для тебя, потому что хэштеги, в принципе, работают, да, главное их, там, правильно указывать и так далее, да, ну, поэтому, вот эти вот ответные письма от наших заказчиков, они же нас побуждают к дальнейшему какому-то развитию, там, что касается хэштегов, там, разобраться, может быть, да, еще что-то, и, в принципе, и все тексты, они же из вопросов клиентов, да, в принципе, все корзины – это из запросов клиентов, поэтому клиент – это такой важный персонаж, к которому прислушиваемся и идем за ним, да, он нас тоже учит чему-то, каким-то нюансов в том плане, что бывают какие-то такие неординарные вопросы, о которых ты даже не задумывался никогда, да, как вот меня спросили, а сколько прослужит коляска? За все годы, вот в семь лет, что я плету, мне первый раз спросили, сколько прослужит эта вещь? Я даже в стопор, да, он какой-то впал, и сколько она прослужит, да, поэтому это круто, эти вопросы, их надо прямо записывать и потом писать целые посты про это. Да-да. Так, скажи, что ты посоветуешь новичкам, которые, как вот я уже сказала, боятся или которые только-только познакомились вот с нами и вроде бы хотят, что им делать вообще, вот какие у тебя советы, если скажу? Ну, во-первых, перед вами сидит девушка, которая там полгода назад не могла плести даже дочке французские косы, то есть у нее были только хвостики, либо обычные косички. Сейчас я умею это делать, после того, как начала плести, поэтому я считаю, что плести может научиться каждый, здесь главное желание и внимательно слушать своего учителя, ну вот если вы уже учитесь в школе корифей конкретно. Это вот мое первое, вот что я хочу сказать, то есть научиться этому может каждый, абсолютно каждый, и мужчины, и женщины, ну вот только, может, дети чуть-то по возрасту не подходят, и то, как Кристина говорит, после десяти уже все возможно. Второе, что хочется сказать, внимательно слушайте учителя и пересматривайте уроки несколько раз. Это я вам как учитель могу сказать, в уроках есть все, вся информация, которая вам понадобится в начале, она вся есть там. Главное внимательно смотреть, записывать, пересматривать, поэтому вот это мое второе пожелание. И третье пожелание, сохраните свои первые корзинки, чтобы вы потом могли вот взять ее и посмотреть, и сравнить, где вы сейчас, на каком этапе, что вы умеете делать сейчас, и как вы начинали. Вот если бы я, возможно, отдала свою первую корзинку, и смотря на нынешние работы, ну вот где-то могла бы сказать, что, ой, да ну к чему я там, еще все так же, еще все на том же уровне. А если у меня есть, ну вот четыре корзины точно у меня есть дома, вот одна там дальше стоит, тоже корзинка, я уже смотрю и я вижу. Поэтому, можно даже дату подписать, какого числа она была сплетена, это будет вообще бомба. И отмечать день рождения этой корзинки каждый год. Поэтому, ну это вот мои... Да, слушай, первые корзинки, да, это прям must-have, чтобы... У меня вот самый-самый первый нет, но одна, одни из самых таких, когда я еще не продавала, они есть у детей под какие-то мелочи, там под маленькое лего, и там, конечно, тоже класс вообще, суперские корзины, такой дизайн там я придумывала. Вот, что-то невероятное было, поэтому, конечно, это прям... Еще вот такой момент, пока мысль не прошла, Кристин, можно я ее поймала, скажу. Еще вот хотела сказать, что если вы боитесь, ну вот как я когда-то боялась, там, выложить первую корзинку, указать там ее стоимость, спросите у мастера, который уже давно плетет, и мнение которого вам важно, вот вы ему доверяете, спросите. Ну вот, допустим, Кристин, отправьте там свою корзинку и скажите, могу ли я, вот как ты считаешь, могу ли я ее там продать, возможно, там написать стоимость. Но в любом случае, мне кажется, что пока вы сами до этого не дойдете, до стоимости, там, еще до чего-то, это будет тяжело пересилить. Но в любом случае, спросите у мастера. Я думаю, что Кристина вам скажет, что нет, давай вот еще немножечко попробую. Или там, да, супер, все, иди продавай. Или пока плетай свой дом. Это как у Марины, как раз, по-моему, стартует буквально в марте марафон «Как себя оценить и оценить». И вот кто себя не может ценить и оценить, вот это прям совет номер один, пойти на марафон и проделать то, что она говорит. То есть, ты помнишь, это самое простое задание – похвалитесь себя. Скажите, какой ты молодец и какое количество девчонок впали в стопор, потому что они… В смысле похвалить? Это как это? Сама себя? Ну да, там я обед приготовила, ужин, пол помыла, три корзины сплела, в садик сбегала. А за что мне себя похвалить, да, то есть с мелочей буквально, и вау-эффект обеспечен. Казалось бы, самые такие простые задания, да, но на выходе ты такая, корзина тысячу рублей стоит, все, здрасте. Я себя оценила и оценила. Так, что у нас там был, какой-то вопрос, да, еще последний? А, я знаешь, еще хотела, вот тут вопрос, когда вот мы с Аней разговаривали по поводу мужа, по поводу родственников, как они относятся? Муж не против, абсолютно, вот ему уже корзинку там сплела для мелочей, но это вот одни из первых, которые… Ну и, естественно, я занята каким-то делом, знаете, девушка, когда она в декрете, тем более, когда декрет подходит к концу, у нее уже энергия через край, там, тем более, если там вот ребенок уже в сад пошел, много свободного времени, и когда муж приходит с работы, то это вот, возможно, начинается там такое… А когда муж приходит с работы, а жена вся такая, ооо, с корзинками, я сегодня там сплела, или наоборот, сидит и занята своим делом, там, крутит трубочки или там плетет, я думаю, что он будет только счастлив и рад, ну, что у нас и получается. То есть он абсолютно не против, только за, и наоборот, мне сказал, что так как ты уже продаешь, давай считай, вот, считай свой доход, и ты должна обязательно каждый месяц себя радовать. Вот пусть там это будет немножечко, но вот как-то себя поощрить ты должна. Поэтому помогай. Ну, он у тебя прям, прям такой класс вообще, я очень рада за это, это очень круто, очень большая поддержка, когда ты не сталкиваешься со стеной, да, это очень круто. Ну, расскажи, что ты такое первое себе позволила после каких-то небольших… Льняная рубашка. То есть она успела прийти, да? Да, она успела прийти, я давно мечтала, я люблю рубашки, и давно мечтала именно о льняной рубашке. Ну, во-первых, это приятно, это как натюрель, да, и плюс ко всему это очень хороший реквизит для фотосессий с корзинами. Однозначно, однозначно. Лен прям must-have в нашем деле. Да, и поэтому вот я успела заказать, спасибо магазину, очень достойно, и все быстро пришло, и самое главное, все подошло, и мне все нравится. Вот, кстати, покупка через Инстаграм, то есть нужно доверять, и если магазин располагает к этому или мастер располагает, то можно даже не беспокоиться ни за качество, ни за то, что подойдет и все понравится. Слушай, ну, кстати, вот по поводу заказа, да, я вот рассказывала в тот раз, когда я заказывала деткам, да, вот это платьице, на котором фотосессии были, я им вроде сначала написала, а потом я говорю, я закрутилась, что-то там с подготовками, размеры, он мне спрашивает, какой рост, я не знаю, какой рост, и, знаешь, вот это вот все одно-второе, и потом я как-то затухла, и они мне пишут, вам чем-то помочь? Я говорю, да, мне очень срочно надо помочь, потому что я все, я запуталась и так далее. Это то же самое можно перенять к нам, да, то есть если человек спрашивает, у нас, знаешь, как есть 17 ошибок продаж? Сейчас мне кто-то звонит. 17 ошибок продаж, по-моему, и там одна из ошибок – это вопрос-ответ, да, то есть тебе задают вопрос, сколько стоит корзина? Ты говоришь 500 рублей, и на этом общение заканчивается. То есть мы вот этого человека, уже теплого, да, мы его не довели, да, то есть не сказали, вот что конкретно эта корзина стоит 500 рублей. В зависимости от того, какой размер, какой цвет, какой фасон, мы можем подобрать там для вас т-т-т-т-т, да, то есть располагать к заказчику, раз он уже обратился, он уже заинтересован в этом, да, то есть довести, спросить, возможно, у вас какие-то вопросы там дополнительные, я отвечу, ну, то есть понятно, да. Вопрос-ответ – это не равно продаже, а, ну, поняла, да, о чем я говорю? Да, да. Это вот как раз на фоне вот этой одежды, которую я заказывала, они мне прям, думаю, вот молодцы, ребята, и они закрыли эту продажу в итоге, да, то есть вот, это надо перенимать и действовать так же, однозначно. Так, ну что, спасибо тебе, дорогая, большое за эфир, за твою историю. Спасибо. Я очень рада, что у тебя семья тебя поддерживает, у тебя огромные успехи, ты круто начала делать свой профиль, потому что, ну, да, я уже сказала о том, что если человек попадает в профиль, там должен быть профиль, да, он вроде как и личный, но вроде как я и плету, да, то есть это все совмещает, поэтому ты, ну, ты младен, что сказать. Я очень рада, очень рада, можно я скажу девочкам, не бойтесь ничего, пробуйте, у вас все получится. Все, спасибо большое, Кристин. Все, спасибо тебе, дорогая, до встречи. Пока-пока. Так, ух, дорогих девчоночек, так, сейчас у нас есть буквально еще минут 15-20, я сейчас прогоню комментарии, отвечу все, что у нас тут было. Мне 50, мои дети выросли, сейчас плету. Это очень круто, потому что когда возраст такой, когда уже есть дети, внуки и есть время, это очень круто, потому что многие девчоночки плетут внучкам колясочки, да, какие-то там в детскую, в детскую историю, и у вас есть занятия. Это очень, это невероятно круто, потому что люди, тем более, когда уже выходят на пенсию, им нужно чем-то себя занять. Окей, они прибрали, приготовили, ну, что бы еще такого, когда уже на пенсии ты не работаешь, хобби нужно, да, поэтому если нравится и актуально, очень много. Есть, у нас в марафоне участвовали и в школе тоже есть девчоночки 60+, 70+, поэтому тут возраста, всего возраста у нас все девчоночки, да. Так, а я на четвертом уроке, спасибо, Кристине, очень нравится. Спасибо, Наталья. Всем привет, пока решаю задачи первого урока. Мы с тобой. Как красти сухой морилкой? Я не крашу сухой морилкой, у нас в городе она не продается. Развести водой, там, по-моему, написано, сколько воды нужно на морилку. Будем на вас равняться, вы молодцы. Так, было ли такое, что вы сплели заказ, а он вам не нравится? Слушай, ну, возможно, было когда-то тогда в начале, и есть время переплести, ну, может что-то пойти не так, да. Как я говорю, что не начинайте на ночь большое изделие, да, вот у меня это правило работает. Я даже сейчас там с моим опытом могу скоро проснуться и спросить, кто это плел вчера, друзья? Вот, поэтому, возможно, конечно, такое имеет место быть, но сейчас нет. Это было на начальных этапах, когда еще больше ты учился, да, еще не был там мастером, да. Все может быть, это не страшно, можно переплести, да. Танюш, привет, привет, девочки, умница. Так, здравствуйте, уроки в записи проходят. Сколько стоит и доступ на какое время? Уроки в записи, уроки все на платформе отдельные под вашим личным кабинетом. Вы входите и идете от урока к уроку, открывается постепенно после прохождения и отправления домашнего задания. Доступ на платформу на постоянной основе, нет никаких лимитов, двигайтесь в своем темпе. Да, ссылочка на школу в шапке профиля, там разные пакеты, разные услуги, поэтому можно ознакомиться. Вчера сын мне сказал, что мама, что так тихо с тобой, все нормально, а я на кухне, блин. Слушай, ну это же тоже дети считывают, что мама чем-то таким интересным занимается. Сначала, конечно, у кого есть детки, они забирают ваши трубочки, да, но потом они как-то впитывают эту информацию и там садятся рядом, занимаются какими-то своими делами. Вот у меня никогда не было таких проблем, чтобы, вот он, знаете, как, чтобы ревновали, да, вот бывает, что вы там занимаетесь чем-то, и дети прям ревную, да. Но тут опять-таки, возможно, у вас есть какое-то такое состояние, что вот, я им там времени уделяю. У меня как-то, ну, я никогда не корила там себя за что-то, я много времени уделяю, я рядом с ним, я не ухожу в другую комнату, они рядом со мной играют, там, занимаются делами, рисуют и так далее. Мы там параллельно можем играть в какие-нибудь, не знаю, игры, я там кидаю кубик, а Стефан там сам за меня ходит, да, то есть я же могу взять и кинуть кубик и параллельно еще плести. То есть у меня нет такого, чтобы они там ревновали меня к моему хобби, еще что-то, вернее, уже к моей работе, да, так скажем. Тем более я сейчас довольно большой период времени нахожусь в телефоне, ну, нет такого, да. Так, так, девчоночки, всем привет. Так, так, так. Так, а я жду, когда дочка подрастет, а сейчас времени совсем не хватает. Дочке три месяца. Слушай, ну, тут такой момент, что мы можем ждать, когда она подрастет, пойдет в школу и так далее, да. Судя по всем историям девчонок из школы и девчонок других, которые плетут, тут нет какого-то промежутка, который мы должны ждать или пережидать и так далее. Тут главное, как все организовано, какой у тебя тайм-менеджмент, какой у тебя ребенок, насколько он спокойный, неспокойный. Я хочу сказать свою точку зрения, да. Когда я приступила к плетению, я была беременная только старшим сыном. То есть у меня было там практически восемь месяцев, и я на последнем месяце сплела огромную корзину. Ну, так я там с животом ходила возле этой корзины, вот. Но старший сын, он был не очень спокойный, да. То есть если дочь, она лежала, смотрела, как я плету, там трубочки ходят, она сама засыпала. Ее не надо было качать, крутить, вертеть. Вот идеальный ребенок, да. То старший был такой более ручной, поэтому у меня самое лучшее вложение – это покупка слинга. У меня были разных цветов слинги, поэтому это очень крутая вещь. Можно завязать его спереди, сзади и без проблем передвигаться по городу. И если очень нужно там срочно что-то, какие-то даже домашние дела, можно привязать его и с ним там ходить, пылесосить и так далее. И опять-таки он насыщается тобой, и потом можно спокойно там полежать, поползать довольно большое время уже без тебя. Поэтому тут как ты приспособишься что-то пережидать, выжидать, ждать и думать, что потом наступит там, не знаю, свет в оконце. Это, ну, можно так долго ждать. Поэтому тут главное, как ты настроен и как ты, ну, простраиваешь свою работу и свои увлечения. Так, мои дочки 4 пытаются что-то творить ночами. Слушай, мои младшие дочки 4, я ночами сплю. Так, а белые изделия с какой бумаги плетутся? Белые изделия я, в принципе, не плету, но если плету, у нас на типографии иногда продается такой срыв. Он по плотности чуть-чуть плотнее, чем потребительская, но цвет белоснежный. Вот из этой бумаги плетут. Вообще можно радиаторную краску смешивать с дюфой, с водичкой и этим средством красить. Ну, я белые не крашу. Увидела твою работу и влюбилась. Из чего начать, не знаю. Начинаем с бумаги, спицы, клея. Да? Можно взять газету, которая лежит дома, спица, которая есть дома, клей, который есть дома, и хотя бы начать крутить. Так, нравится этот вид рукоделия, но не знаешь, с чего начать. Да, ну вот я только что сказала, с чего начать. Всегда начинаем с бумаги, спицы и клея. Так, девчоночки, если есть какие-то вопросы, сейчас могу еще быстренько ответить. По-моему, по форме там один спам. Не успел никто ничего задать, но все, что тут задано было, мы уже с Юлей рассказали. Так, здесь я ответила. Я вообще в эфире. Тишина, как всегда заслушались, да? Юля Карабанова, которая узнала в третьем декрете. Интересно, как ты узнала об этом? Мне всегда этот вопрос, как узнала и интересен. Видишь, вот у Юлия просто в каком-то чудо, в каком-то рекомендованном вышло, что вообще вот корзины, их можно плести и так далее. Вообще, это интересная история. Спасибо за подробный ответ, мотивация и силы. Когда все успеваете? Слушай, вот я вчера написала такое небольшое свое расписание дня. Я не успеваю все, естественно, конечно же. Я не очень люблю готовить. Поэтому у меня муж купил гриль, и это очень крутое вложение. Причем он купил какой-то один из дешевых. Так, попробовать. И получается, что мы практически завтрак, обед и ужин делаем на этом гриле. Мы просто кладем туда какие-то овощи, кусочек рыбы или мяса, закрываем 5-10 минут, и все готово. То есть убиваться по 3-4 часа у плиты – это точно не мое. Это вот для меня прям трата времени, потому что я это время просто с пользой могу провести. В плане уборки – это, естественно, организация пространства. Если у тебя все организовано, тебе не нужно каждый день впахивать на уборку. То есть ты протерла пол, пропылесосила инструменты у тебя в ящичке. У меня организованное место, в принципе, у меня кухня, совмещенная с залом. То есть такое большое пространство. Стол стоит, можно сказать, в зале, а на кухне у меня там лакокрасочные мероприятия. Лаки, краски, морилки у меня стоят под раковиной, там у меня организована полка. Плиту я на обеденном столе, когда… То есть такой один… у меня стол дома такой вот один, он обеденный, я на нем живу. Поэтому по поводу тайм-менеджмента, вот последний пост такой примерный, можете почитать. И организация пространства – это тоже такая… Главное, как я вот уже писала тоже в предыдущих постах, что расхламление – это начало хорошего, да, начало энергии, начало нахождения места вообще в квартире, какая бы она ни была, да. Я видела, как круто организовывают однушки, да, живя там с двумя детьми и плетут, и места достаточно, и так далее. Да, главное не захламляться, не покупать лишнего. Вот у меня, если есть, там мне, может быть, кто-то отдал, или откуда-то появился какой-то лак, или морилка какая-то, или клей какой-то, я как-то придумываю что-нибудь, их как-то смешиваю, чтобы они не стояли и не забирали пространство, да, лишнее. То есть я это вход, все в ход. Перебираю полку довольно часто, там, раз в три месяца, в четыре я точно перебираю, и почему-то откуда-то находится целый пакет, хотя я каждую вещь уже смотрю, она точно мне нужна, или ее можно выбросить, да, и никогда не сижу, там, через время и не жалею. Я же выбросила, как так-то, да, то есть такого у меня нет. Увидела на рынке девушку, шкатулки продавала, ну и говорю, ага, ага. То есть это вообще, в принципе, да, на ярмарке, да, там ты увидела, прикольно вообще. Привет, привет, девчоночки. Ну что, наш эфир подходит к концу. Сегодня с нами была Юля в прямом эфире. По поводу какие пакеты и так далее, все есть по ссылке в шапке профиля. Всегда можете написать мне, спросить, если есть какие-то вопросы дополнительные. Спасибо за то, что были с нами. Завтра у нас пятница, завтра, скорее всего, будут болталки вечерние. Берите пятничное вино, чай, имбирный кофе. Будем болтать. Я выставлю окошко для вопросов. Задавайте, а в субботу, не забывайте, в 9 вечера будет эфир с Мариной Новиковой, которая будет нам рассказывать, что же делать, если муж говорит, сколько можно уже, как ты надоел, нормально ли это и как с этим работать. Спасибо, спасибо. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok